Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня с вами готовим хлеб при замесе теста, которого не обязательно касаться его руками. Очень быстро все замешивается, никаких трудов от вас не нужно, ничего вымешивать тоже не нужно, при этом получается потрясающе нежный хлеб с хрустящей корочкой. И готовить можно из любой любимой вами муки. Итак, для начала нам понадобится теплая вода 250 грамм, она не должна быть горячей, она должна быть именно тепленькой. Добавляем к ней одну чайную ложку тростникового либо кокосового сахара. Далее обязательно добавляем соль, никогда не упускаете этот момент, соль и специи. И теперь дальше идут дрожжи. Дрожжи у меня были активные сухие, если же вы будете использовать, то нужно будет в два раза больше по граммам. Все добавили, аккуратненько ложечкой перемешиваем. И теперь нужно добавить просеянную муку. Я в этот раз использовала пшеничную цельнозерновую, но прекрасно получается и с ржаной, и с любой другой мукой. Обязательно ее, главное, просеиваем. И все, тесто практически готово. Теперь его нужно лопаточкой аккуратно перемешать, долго вымешивать не нужно, достаточно просто перемешать до того момента, когда все ингредиенты соединятся. Тесто будет абсолютно не липкое, очень удобное в работе, не густое. Видите, такое нежненькое оно получается. Как только вся мука вошла в тесто, можно уже перекладывать его в форму для выпекания. Вот такое оно нежненькое получилось. Форму для выпекания я всегда прокладываю пергаментом, для того, чтобы не смазывать ее лишним маслом. И потом очень удачно хлеб достается вместе с пергаментом и никаких лишних жиров. Перекладываем тесто, разравниваем его обязательно в формочке и прикрываем пищевой пленкой. После того, как прикроем его пищевой пленкой, нужно хорошо ее со всех сторон обмотать, чтобы воздух не попадал. И отправляем в холодильник примерно на 1 час. После холодильника тесто немножечко поднялось. Разматываем пленку и отправляем хлебушек выпекаться при 200 градусах примерно на 40 минут. Но следите за духовкой, потому что духовки у всех разные. Вот остужать его лучше в полотенце либо в хб-тряпочке. После того, как хлебушек остыл или когда он еще теплый, тоже очень вкусно его пробовать. Видите, вот такой ровный кирпичик получается. Он прекрасно режется, имеет хрустящую корочку и очень нежный мякиш. Такой хлеб лучше хранить либо в полотенце, либо в пленке для того, чтобы он не черствел. Посмотрите, какая прелесть, какой воздушный, нежный, несмотря на то, что мука не высшего сорта. Обязательно готовьте, наслаждайтесь! Спасибо за внимание! До свидания!